К другим новостям. Жители Аликовского района на здоровье не жалуются. Не потому, что все здоровы, а потому, что иногда попросту некому. Нужных специалистов в районе нет, а скорая помощь совсем не скорая. Разбиралась в проблеме Ольга Пырочкина. У местного барбоса серьезная травма. Судя по всему, бедолага уже долгое время живет без лапы. Впрочем, жителям Аликовского района повезло немногим больше. Дело в том, что в центральной районной больнице нет травматологического отделения. Лечатся люди как могут. Нога болит у меня, ходить трудно. На велосипеде легче. Сейчас там дневный нестационар, как называется это, на укол, на систему ложат в этот день. Ну, каждый день надо ходить. И очередь очень большая. За 2-3 месяца надо записываться. А еще в районе практически не рождаются дети. В прямом смысле слова родильного отделения тоже нет. Как, кстати, и детского. Когда-то они были, однако несколько лет назад по стране прокатилась оптимизация. Теперь всех, у кого травма, приходится везти в Ядрин. Тех, кому предстоит стать мамой, транспортируют в Чебоксары. Ну, а с болезнями сосудов добро пожаловать в Шумерлю. И все бы ничего, но перевозкой больных занимается единственная в районе бригада скорой помощи. В ходе проверок журналов 2012 года было установлено, что всего было принято 2650 вызовов. Из них 237 вызовов за пределы района. Это в президентский перинатальный центр 118 раз, в Шумерлинское ЦРБ 100 раз и в город Ядрин. Яндринское ЦРБ 19 раз. Кроме этого, необходимо сказать, что каждый вызов занимает около 3,5 часов. То есть при несложном математическом подсчете видно, что в районе скорая медицинская помощь не осуществлялась в течение 829 часов 30 минут. Это то есть 35 суток. Другими словами, больше месяца район жил без скорой. Без последствий такое, увы, не проходит. Например, 18 марта 2013 года в 10 часов 50 минут поступил вызов от гражданина деревни Харазана. В связи с отсутствием бригады в районе, так как она находилась на вызове и везла роженицу в президентский перинатальный центр, помощь выехала лишь в 11 часов 30 минут. Пациент при езде скорой помощи скончался. Только за текущий год таких случаев было три. Этой проблемой заинтересовалась прокуратура района. Более подробно о ситуации в Аликовском районе смотрите в программе «Правовое поле» во вторник в 20.00. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.